От первого лица Честно говоря, я был приятно удивлен, когда прочитал на сайте «Открытый регион» о том, что можно направлять свои предложения по улучшению бизнес-климата онлайн. Мне кажется, это первый случай, когда власть протягивает руку бизнеса. И проведение такого серьезного мероприятия, как госсовет с привлечением бизнес-сообщества, я считаю, что будет очень полезно. Я, как руководитель предприятия, хотел бы предложить внести процедуру налоговых каникул, причем не только для индивидуальных предпринимателей, но и для юридических лиц. Мне кажется, это позволило бы совершить очень серьезный прорыв. Был обозначен срок сбора предложений с 30 декабря до 20 января. За это время через портал «Открытый регион 71» поступило более 300 предложений от предпринимателей практически из всех субъектов России. Рабочая группа приняла решение продлить срок сбора предложений до 15 февраля. Большая часть вопросов касается налогообложения. Так, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей уже установлена нулевая налоговая ставка. Такая льгота могла бы стать подспорьем и для представителей малого и среднего бизнеса. На втором месте снижение ставок по кредитам. Это подтвердил и опрос, что мешает малому и среднему бизнесу, который запустил портал РБК. В голосовании приняли участие более 17 тысяч человек, а свои предложения и идеи в редакцию прислали свыше 300 представителей малого и среднего бизнеса. Тем самым удалось выделить самые главные вопросы – высокие налоги, неопределенность экономической ситуации и неподъемные ставки по кредитам. Каждый из этих пунктов отметили более 9 тысяч человек или более 50% проголосовавших. В феврале состоялась встреча губернатора Тульской области с бизнес-сообществом региона. В зале собралось около 800 человек – как крупные промышленники, так и представители малого бизнеса. В первую очередь надо увеличить порог того объема оборота, когда предприниматель может перейти на упрощенную систему налогового обложения. Наше предложение от действующих 60 миллионов, хотя бы 200 миллионов. Сегодня все как один озабочены вопросом, как выстоять в этот непростой для страны период. Арендные и налоговые каникулы, госплан для предприятий легкой промышленности – такие предложения звучали из зала. Тем не менее предприниматели сошлись в одном – при правильном подходе трудности сегодня открывают перспективы на будущее.